Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы, Рошхо-де-Штов, Хорошего Месяца Адар. Мы продолжаем изучение недельной главы Турма. И Всевышний нам сказал построить храм в пустыне. И он сказал, что стены храма состоят из 48 балок. Каждая балка высотой в 10 локтей. Это около 5 метров. И дается ее ширина 1,5 локтя. Это около 75 сантиметров. Толщину мы не знаем. Равец как Зильдер в благосвенной памяти. Он говорит, из предания мы знаем, что толщина была 1 локоть. То есть около 50 сантиметров. Можем себе представить такую балочку. Из дерева шитим. Это кедр или это акасяя, как другие комментаторы считают. Если мы умножим вот эту площадь, посчитаем 5 метров на 75 сантиметров на 50 сантиметров, то люди, строители говорят, что это около тонны 800, если акачию взять и измерить. А Всевышний говорит, покройте эти балки золотом. Листовым золотом покрыть. Не сказал покрасить золотой краской. Рассказал покрыть листовым золотом. Можем себе представить этот листочек. Получается, что высота листочка как минимум 5 метров, а ширина 2,5 метра. Вот такой лист металла. Чтобы покрыть. Даже если он тоненький, сколько он может весить. И я еще не говорю, что и торцы тоже надо делать, покрыть золотом. Значит, в балке есть два выступа. Они вставляются в подножие. На каждую балку идет два подножия. То есть, у нас идет 20 балок с северной стороны, 20 балок с южной стороны. И на задней стороне идет тоже у нас 8 балок. И на каждую балку из 48 приходится два подножия. То есть, у нас получается 48 на 2 96 подножий. Кроме того, по центру храма, вернее, треть храма задней стороны перегорожена. Там стоит 4 столба, и на них висит завеса, отделяющая святилища от святая святых. То есть, вот у нас еще 4 подножия. Все подножия серебряные. Можете себе представить, когда это все складывается, у нас получается полностью золотая комната. Золотой весь храм со всех сторон. Можно взять какая-то красота. Трудно себе даже представить, что это такое. Мы такого просто не видели. И если подножия идут серебряные, каждое подножие идет из кекара серебра. Наши мудрецы считают, что это талант. Талант около 50 килограмм. Есть мнение, что это больше. Есть мнение, что это 43 килограмма. В комментарии Раша я прочел. Есть и намного больше, говорят. Но, в общем, у нас таких подножий 100. 100 серебряных подножий. Теперь представим, как переходит золото в серебряное подножие. Какая-то красота. Это все сверкает, блесит. Трудно себе представить. Потом, вверху эти балки соединены попарно одним кольцом. То есть, еще 48 балок соединены. Наверное, еще 24 кольца. Это тоже золото. Огромное количество золота идет. Чтобы такую конструкцию сделать. Кроме того, на каждой стене храма идут засовы. Каждая стена по 5 засовов. Каждый засов вставляется в два кольца, наверное. В кольцах они стоят. Но самое интересное, что там есть центральный засов, который входит в торец одной из стенок храма, проходит буквой П и выходит с другой стороны храма. Это центральный засов, центральный запор. Его сравнивают с нашим прородцом Яковом. С Яковом, который соединяет в себе весь народ. Кроме того, храм покрыт потолком. Потолок идет из голубой шерсти, багряницы, червельницы и льна скрученных вместе. То есть, один вид растительный, это лен. Остальное шерсть, шерсть лен, то что нам тора в быту запрещает. На них вытканы, на этих полотнищах, изображение кругов. Именно не вышиты по готовому полотнищу, а вытканы. Это более сложная работа. Эти полотнища, их всего 10, их соединили. 5 полотниц шили одно с другим, и 5 полотниц шили одно с другим. И по центру эти полотнища соединяются крючками. Стоит 50 петель на одном полотнище, 50 петель на другом полотнище. И они соединяются с золотым крючком. Получается, как на голубом небе, это как звездочки такие. То есть, смотрится все просто великолепно. Эти полотнища, это круглые, это все трудно себе даже представить, как это может красиво выглядеть. И завеса, отделяющая святилища от святая святых, святой святых, стоит ковчег завета. Она состоит тоже из голубой шерсти, багридицы, чередицы и льна, скрученных вместе и с вытканными кругами. Теперь у нас нету ворот. Ворот нет. Вход открытый. Там стоит 5 столбов. Тоже покрытых золотом, только не листовым металлом, а покрытых золотыми нитями. То есть, можете представить, как катушка нитей золотых сделали такие нитки золотые, расплющили золото в листы, распустили на нити. В общем, это что-то неимоверное, как это блестит. И подножия, эти 5 подножий, идут медные. Получается, золото переходит в медь. В общем, это все блестит. Трудно себе даже представить, как это выглядит. И там на входе стоит полох при входе в шатер. Он идет тоже из голубой шерсти, баграницей, черепсей, льна, скрученных вместе. И там уже вышиты кругы. Более работа легкая. По сравнению с тем, что выткать наши будрицы считают. Искусственная работа, но это вышивка. Она более легко дается. Вот так. Вот такой у нас прекрасный храм. В храме стоит светильник. Как заходишь с левой стороны, стоит светильник. Минора. Маше говорит, я сделаю ее. Не могу. Всевышний показал ему изображение белым огнем, по черному огню. Вот тебе рисунок. Делай. Маше говорит, я не в состоянии его сделать. И пишется, какая должна быть минора. Написано, что там на каждом стебле идет три черненые чашечки, шары, цветок. Так на всех шести ветвях миноры. А на стволе идет четыре черненые чашечки, шара, цветок. То есть цвет надо как-то изменить. Маше не знал, как это сделать. И вышел, говорит, брось золотого огня, стукни молотком, и будет сама минора получится. Так Маше и сделал. То есть какое-то что-то невероятное было. Это минора красивая, светильник. Потом в храме у нас стоит стол с хлебами предложения. Коины. Каждую пятницу. Раскладывали на этом столе. 12 хлебов. Каждый из этих хлебов состоит из двух амеров муки. Что это такое? Есть одно изменить, что это 3,9 литра, это один амер муки. Вот два таких амера нужно замесить из печени его хлеб. И на столе, золотом столе, стоит типа этажерки с полочками с двух сторон. И с двух сторон ее стоит по 6 хлебов. Эти хлебы какой-то преугольной формы. Как-то сделана там невероятная форма какая-то. Но самое интересное, что они были пресные. Это маца считалось. Это не хамец. То есть, как это удалось испечь. Я не знаю, это же быстро надо испечь, чтобы она не успела закваситься, замесить воду с мукой. Про все есть всего 18 минут, чтобы они уже были в пищи. Это невероятно. Но была семья Гарно, или Гармо, как это фамилия, это из семьи Левицкая, которая это все пекла. Это было у них благословение, и они это делали. Еще этого коснемся неоднократно. Потом в храме стоит, ближе ко входу, стоит маленький жертвник золотой для ароматных воскурений. Значит, это любимая жертва Всевышнего. Не надо резать животных. Идет прекрасный запах, который далеко за территорию Иерусалима выходит. Этот прекрасный запах от воскурения смеси благовоний. Два раза в день первосвященник зажигает минору. Перед тем, как зажечь на ночь минору, он это делает. И утром, после того, как почистят минору, после того, как ночь горела. Вот так вот. Вот это все, что у нас стоит внутри храма. Вот такой у нас прекрасный храм. Как можно было это все собрать? Или переносить? Это невозможно. Потому что, если каждая балка весит такой тоннаж, и столько на ней золота, его можно вообще с места сдвинуть. Это же разборной храм. Да, левитов огромное количество. И левитов пишется, что 8580. Это те, кто были на службе. Это с 30 до 50 лет. Конечно, было кому что разбирать, носить. Но это все равно, это попробуй это все сделать. И если оно действительно столько весит, а не чудо, что они невесомые были эти предметы, то физически это трудно себе представить. И этот мир очень сложный. Значит, наши мудрецы говорят, есть такая книга, книга Айцера. Написано, что семи камней достаточно, чтобы построить 5040 домов. То есть, если мы берем, допустим, два камня, то это 1 плюс 1 будет 2 число. А если 3, то там будет же вариант чуть больше. 1 плюс 2, 3 раза по одному. Вот так, допустим, несколько. А если 4, еще больше, больше. И так, если это уже 7, уже 5040. А Всевышний этот мир построил 22 буквами. 22 буквы. То есть, если мы попробуем эту прогрессию посчитать, то у нас в мире не найдется вообще числа определения возможностей Всевышнего. То, что Он сделал, построил этот мир. Конечно, нам тяжело своими мозгами дойти до того, как это может так работать, как это может весить, как это можно переносить, как это можно вообще сделать такие изделия. Это вообще невероятно. Но Всевышний нам сказал учить. Мы учим. Да, казалось бы, в это время нам не нужно строить. Переносной храм пустыни. Казалось. Но наши мудрецы говорят, кто это учит, получает самую большую награду за такие вещи. Действительно, когда мы такие вещи учим, то мы начинаем развивать мысль, начинаем думать. И если хорошо это учить и пытаться что-то сделать, то можно большим инженером стать, как минимум. Хотя мы не дойдем до того, что мы это построим. Шамашет тоже не мог это сложить, все эти предметы, пока Всевышний не помог ему в восьмой день, когда собирали, разбирали храм, и он закрыл этот центральный запор. И так было вообще невозможно. Как это вообще возможно? Но наше дело идти вперед. А Всевышний сам сделает то, что он найдет нужным. Все. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за понятие души Берта Бенцарель, Павел Лефим, Санил Ленгерш, памяти Ури Бенхаритон, Мендель Бенмендель, Яков Беннахум, Владир Бенгригорий, Задроя Светлана Батклара, Шуман Бенцак, Борис Бенмария, Анна Батривка, Полина Первая Батсоня Асура, Лена Батклара, Женя Батина, Анна Бат Елена, Ефим Бенестер, Двора Батмириам, Моисей Бенева, Ирина Батвойра, Йосип Бенраиса, Инесса Батмаэль, Евгений Бенберт, Евгений Бенберт, Евгений Батита, Фира Батанна, Геннадий Бен Елена, Ольга Бат Светлана, Йосип Дан Бенцара, Таня Батфрида, Ида Батрива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Батберла, Яков Йосип Бенрахель, Шуман Бенмира, Фейга Батберта, Ася Батгода, Марк Беннина, Ира Батвера, Леон Бенклара, Рафаэль Бенклара, Хана Цепора Батцара, Ида Бенхая Авива, Ефим Бенцоня, Майя Батфаина, Алексей Бен Ольга, Гая Батвадим, Мазл Брасна Сгула, Ирина Батрия, Рон Ребен Ри, Загроший Духа, Рон Ребен Двора, Низ Беннахума Вигаль Батцара, Хана Батабрагам, Рафаэль Релэй Бен Лариса, Прасай Бурюд, Лир Бен Рая, Моша Бен Маня, Маня Батрая, Анна Бат Александра, Борис Бен Марина, Алексей Бен Наталья, Всего хорошего, Олегу Марченко, Всем браха, проноса, кавана, Мазл Тол, что мы это время не грешили, Учили Тору, Всем желаю крепчайшего здоровья, Пусть скоро закончится эта страшная война, И до следующих встреч, Надеюсь, состоится завтра в 15.30, Рош Ходэ Штол, Шалом! Субтитры создавал DimaTorzok